Например, или вот верхняя вот эта работа, рыба-сноп, и глядя на эти брезгливо поджатые губки. Рыба-кавалер, рыба-жених. Каждый образ у художника Шалагина достоин не только сравнения с некоторыми представителями рода человеческого, но и отдельного рассказа. Чем и пользуется куратор выставки Александр Лобычев с любовью описывая героев этого проекта. После того, как журналист и писатель Василий Авченко прославил приморских рыб, родилась идея собрать в проекте все то, что о рыбах сказали наши художники. Истории мифологические, сказочные, сюрреалистические на этой выставке под названием «Ихтеология». И главные герои здесь — рыбы. Веселые, печальные, философски задумчивые. Для Сергея Дровнахота рыба не просто объект для творческого исследования. Это проводник из мира подсознательного в сознательный. Художник, прежде чем приступить к своей работе, призывает проснуться рыбу в своем правом полушарии. Потому что рыба, когда просыпается, тогда пробуждаются вот эти вот скрытые чувства. В итоге выставка получилась даже не про рыб, а про людей, про их отношения с миром и между собой. Поэтому тема любви так ярко и явно читается во многих картинах. А значит, без эротики не обойтись. Вот на работе Александра Рассейненко о смысле бытия и бренности жизни, где образ смерти показан в виде жесткого рыбного скелета. На первом плане — обнаженная женская фигура. Да, ну, люблю я женщин. И, естественно, я же художник, а как по-другому? И слава Богу, что в этой работе нашлось место на этой выставке. Сегодня проект представлен в картинной галерее, но уже есть предложение показать их теологию в Приморском океанариуме. Ольга Сонкина, Игорь Лищук, Panorama.